Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, с вами ваш эксперт по обновлению в игре Блокстрайк. Ну и как вы знаете, вышла новая версия, ну а это значит, что Кентухе надо запилить видосик по этому поводу. Так-так-так, ребят, я понял, что вы все любите халяву, я тоже ее люблю, так что сегодня, совершенно бесплатно, вы, ребята, можете получить аккаунт с Керамбитом. Вам необходимо поставить лайк, необходимо подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, и в комментариях, очень важно, написать что-то хорошее про мой канал или про меня, а также, ребята, скинуть ваш ВК, потому что у половины из вас закрыта личка на Ютубе. Ну что же, удачного просмотра, а мы, ребята, поехали. Буквально на днях, ребята, вышла новая версия Блокстрайка, а именно 5.3.5. И, наконец-то, спустя, не знаю, спустя полтора года добавили вкладочку Друзья, наконец-то ее доделали, наконец-то поправили все баги, ребят, спустя полтора года, черт возьми, полтора года. Ну что же, давайте мы на нее нажмем, и, ребята, как только мы нажимаем на вкладочку Друзья, мы можем посмотреть список всех наших друзей. А также, помимо этого, мы, ребята, можем посмотреть, в оффлайне ли наш друг, или в онлайне. Например, если горит красным, то это в оффлайне, то есть он сейчас спит, скорее всего, потому что сейчас 2 часа ночи. Но если мы нажмем на Рита 1, тоже в оффлайне, а кто в онлайне-то, алло? А, все в оффлайне, походу, ребята, все спят. Ну, короче, ребята, если бы горело зеленым и писало бы сервер нашего друга, и мы даже можем к нему зайти, то тогда он в онлайне. Ну, я думаю, вы это и так сами понимаете. И, конечно же, вам интересно, что же еще добавили помимо друзей? Помимо друзей, ребят, добавили кнопочку смены команды, а также добавили кнопочку кикнуть. И, вроде бы, ребят, все работает корректно, и все работает очень даже хорошо. Но, ребят, вы меня спросите, мол, кен-то ПК, а как же кого-то добавить в друзья? Ребята, все очень-очень просто. Мы нажимаем список игроков, и, допустим, кто же мне понравился, кого бы добавить? Так, давайте добавим, 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 к примеру, Max Pro. Я нажимаю на него, и нажимаем, ребят, на кнопочку Add Friend. Честно говоря, мне непонятно, почему кнопочка Add Friend написана по-английски, а кнопочка кикнуть написана по-русски. Я не знаю, они бы добавили еще третью кнопку, и там бы по-арабски написали. Ну, как-то странно, на двух языках, ну, я думаю, что они это переделывают, наверное. Так, смотрите, смотрите, вы видели? У меня новые сообщения, ребят. Только что мне высветилось, что у меня новые сообщения. А это означает, что кто-то пытался меня, ребят, добавить в друзья. У меня новые сообщения. Я, ребят, нажимаю на кнопочку настройки. Дальше нажимаю на этот конвертик, и добавляю кого-то в друзья. Но знаете, в чем прикол? Блин, ребят, опять бах, опять, опять бах! Бах, ну хватит уже, Рексис Студия, хватит уже, моя нервная система не железная. Ребят, мы можем добавить в друзья нашего друга, но есть одна проблема, то что не видно его ника. То есть, к сожалению, это бах, да? Видите, вот написано, добавлен друг. Но прикол в том, что меня кто-то попытался добавить в друзья, но я даже не видел его ник. Вот это, ребят, самое плачевное. Так, и давайте мы протестируем кнопочку смены команды. Я нажимаю сюда, и опа-наки, НТПК в красной команде. Блин, ребят, спустя, спустя три года добавили эту чертову кнопочку. Наконец-то, добавили кнопку смены команды. Я очень рад. Хотя бы, хотя бы ее добавили без багов. Ну, в принципе, ребята, в принципе, в принципе, на этом все. Пожалуйста, поставьте лайк. Пожалуйста, ребята, подпишитесь на мой канал. И обязательно расскажите о этом видео вашим друзьям, чтобы они тоже знали, что это за обновление, как добавлять друзья, ну и бла-бла-бла. Короче, ребят, жду ваши хорошие комментарии. Напишите ваше мнение по поводу этого обновления тоже в комментарии. Ну, а с вами был ваш Кент и ПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!